Глубоко уважаемые коллеги, будьте добры, наберемся терпения, последний доклад и внимательно послушаем. Это очень интересно, сколько стоит и насколько это экономически выгодно. Нет, мы не считали стоимость, я сразу же скажу, что это фармакоэкономический анализ, но пару слов об этом скажу, конечно. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за терпение, я постараюсь быстро. Мы провели действительно сравнительный фармакоэкономический анализ при использовании препаратов токсанового ряда при рецидивах эпителиальных раком яичников. И вы все знаете, я об этом долго говорить не буду, что рак яичников – это действительно очень сложная проблема в онкогинекологии. Это действительно очень агрессивные опухоли, которые, к сожалению, плохо поддаются лечению, обладают самой высокой летальностью среди злокачественных опухолей половой сферы. К сожалению, эти опухоли все диагностируются в 3-4 стадии заболевания до 75%, и лечение, как правило, очень продолжительное, долго, и 70% этих больных все равно будут прогрессировать и снова потребуется лечение. Поэтому, конечно, здесь имеет в основном лечение – это полихимиотерапия, и основными препаратами, которые используются в лечении платиночувствительных раков яичника – это, конечно, препараты платины и токсанов. Какими недостатками обладает обычная традиционная химиотерапия для лечения рака яичников и других видов рака – это, конечно же, то, что невозможность доставки лекарственного вещества непосредственно в саму опухолевую ткань без нежелательных побочных эффектов. Попадая в кровь, понятно, что все лекарственные вещества, они связываются с компонентами плазмы, подвергаются окислительному катаболизму в печени и, в принципе, выводятся почками из организма. В итоге опухоли попадает только незначительная часть лекарственного вещества, которое, в принципе, связывает недостаточность эффекта от проводимого лечения. И, естественно, что на сегодняшний день уже имеются разработки, которые помогают, чтобы создать высокую концентрацию лекарственного вещества, чтобы не увеличить при этом побочные эффекты и, понятно, чтобы не создать вот это вот проявление системной токсичности. Еще сто лет назад Пауль Эрлих, немецкий врач, который получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, он создал концепцию волшебной пули, та пуля, которая должна лететь непосредственно в опухолевую ткань, не повреждая окружающие здоровые клетки. На основе этой концепции, этого постулата и пошла вот эта вот разработка новых генетических исследований, на основании которых идет открытие, вот разработка персонализированной именно терапии. Поэтому для создания высокой концентрации лекарственного вещества в опухолевой ткани и получения стойкого длительного терапевтического эффекта требуется введение больших доз, как сегодня уже звучало в докладах о том, что одним из примеров того, чтобы улучшить действие химиотерапии, эффект химиотерапии, это увеличение дозы, что вызывает, естественно, проявление системной токсичности. Поэтому для преодоления этой системной токсичностью на сегодняшний день разработаны наноразмерные системы доставки лекарственных веществ, к которым, в принципе, относятся полимерные наночастицы, липосомы, мицеллы, дендримеры. И примерами того, что эти системы уже широко используются, и мы ими уже пользуемся давно, вот как пример, липосом – это препарат Киеликс, который вообще уже мы пользуемся им больше 10-15 лет. И, конечно, использование этих систем доставки лекарственных веществ значительно может улучшить фармакологические свойства традиционных химиопрепаратов и изменяет их фармакогенетические характеристики и биораспределение. Ну вот, примером системы доставки лекарственных веществ – вот как раз вот эта липосома, погружение в ядро лекарственного вещества, вот эти, поддерживает высокую концентрацию внутри опухолевых клеток, усиливается токсическое действие, на что мы надеемся, и действует на противоопухолевое воздействие. Какие преимущества при использовании вот этих носителей противоопухолевых агентов? Это, конечно же, увеличение времени циркуляции лекарственного препарата в крови тем, что благодаря вот этому небольшому размеру и эффекту повышенной проницаемости удержания эти данные системы пассивно нацелены именно на попадание в опухолевую ткань, что приводит к концентрации химиотерапевтического агента в опухоли и не повреждая окружающие ткани. Вот именно это инкомпусулирование и позволяет использовать препараты без использования солюбилизаторов. Паклитоксил – это тот препарат, который наиболее часто сейчас востребован вообще в химиотерапии при любых, при множественных злокачественных наобразованиях. Это как и рак молочной железы, и рак яичников, конечно, в основном, и рак тела матки, сейчас даже рак шейки матки, везде используется паклитоксил. Но паклитоксил – оригинальный препарат, это таксол, он, к сожалению, плохо растворим в воде, и поэтому создание внутривенной формы этого препарата требует использования вот этого солюбилизатора, растворителя кремофора, который сам по себе обладает серьезной токсичностью для человека, то есть он может вызывать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Поэтому, как правило, каждому введению этого паклитоксила обязательно требуется премедикация, профилактика вот этой реакции гиперчувствительности. Ну и мало того, что для снижения вот этой реакции гиперчувствительности, все мы знаем, что мы капаем этот препарат в течение трех часов, и этот препарат требует использования специальных инфузионных систем со встроенным мембранным фильтром. И, конечно, экономически, если это посчитать в денежном эквиваленте, то это, конечно, намного затратнее для проведения лечения этим препаратом. Вот мицеллы, которые тоже коллоидные наночастицы, они еще меньше липосом, и благодаря тому, что инкапсулируется вот это лекарственное вещество, опоклитоксил в ядроме целы, его растворимость увеличивается. Этот препарат, он уже был исследован в девятых-двенадцатых годах, проведены исследования, он изобретен на основе технологии аазмия с применением ИКСР вот этого семнадцатого растворителя, который не является токсичным для организма, и он, в принципе, выпускается в виде леофилизированного порошка, который растворяется в обычном растворе для инфузии. Данная форма имеет преимущество перед обычным препаратом, благодаря тому, что этот препарат инкапсулирован во внутрь мицеллы, что его водорастворимость увеличивается практически на три порядка. Они могут транспортировать большую часть этого химиотерапевтического препарата паклитоксила в опухоль и, естественно, что обладает, усиливает селективность действия и уменьшает системную токсичность. Ведение, как правило, паклитоксила не требует никаких специальных систем, проводится в течение одного часа и не требует противоаллергической примедикации. Нашей целью работы была именно сравнить эффективность безопасности переносимых, переносимость действующих веществ паклитоксила в разных составах. В анализ мы взяли две группы больных, которые были с морфологическим подтверждением распространённого рака яичника с прогрессированием болезни после проведённой химиотерапии. Это все были платиночувствительные рецидивы. Оба препарата использовались с применением карбоплотина. Критерием включения обязательно следовало, чтобы у больных было наличие повышения СС-125 выше нормального предела. И покликал использовался в дозе 250 мг на метр квадратный. И инфузия проводилась в течение часа. Атаксол использовался в дозе 175 мг на метр квадратный стандартный и в течение трёх часов. Карбоплотин доза, как и всегда, рассчитывается 5-6 под площадь кривой. И курсы лечения повторяли каждые три недели. Все пациенты из этих групп прошли все шесть циклов химиотерапии. Характеристика, я уже сказала, что группы были идентичные. Средний интервал возрастной у них тоже был, в принципе, одинаковый. Это чаще всего были сирозные аденокарциномы высокой степени злокачественности. Рецидив заболеваний платиночувствительный. 72% в группе покликала и в группе... 73% в группе таксола получали вторую линию химиотерапии. И 28% в группе покликала, 27% в группе таксола получали третью линию химиотерапии. Естественно, что критериями мы взяли использование – это выживаемость без прогрессирования, эффективность по оценке снижения концентрации онкомаркера и безопасность и переносимость этих двух препаратов. График выживаемости без прогрессирования оценился по Каплайн-Майера. И она показывает, что, в принципе, эффективность была одинакова в обеих группах. То есть здесь разницы существенной никакой не было. Ответ на лечение по снижению СС-125 в обеих группах был сопоставимый. 88% в группе покликала и 86% в группе таксола. Частота объективных ответов, которая оценивалась по данным компьютерного исследования, она была ниже, чем по ответу на снижение СС-125. В группе покликала она составляла 71%, в группе таксола – 69%. По обзору нежелательных явлений покликал ничем не превосходил таксола. Даже в группе покликала серьезных нежелательных явлений было больше по сравнению с группой таксола. Но надо помнить о том, что доза вводимого препарата покликала, она составляла 250 мг на метр квадратный, а таксола – 175 мг на метр квадратный. Поэтому здесь это нужно помнить. По нежелательным явлениям четвертой степени, как видно, тоже никаких преимуществ перед таксолом и покликала нет. И здесь больше всего выражена была именно гематологическая токсичность, которая выражалась в нейтропении и тромбоцитопении. Но опять-таки подчеркиваю, что то, что доза покликала, она была 250 мг, а доза карбоплотина – 150 мг. Как видно на этом слайде, что фибрильная нейтропении в обеих группах была сопоставима, то есть токсичность не увеличивалась, несмотря на то, что увеличивалась доза препарата. Поэтому здесь есть положительный момент. И, конечно же, критериям оценки это именно покликала, что были ли реакции вот этой гиперчувствительности, то, что происходит, как правило, при применении оригинального препарата таксол. Значит, паклитоксил не использовалась при введении покликала, не использовалась вообще при медикации. Она назначалась только в случае, если вдруг у человека всё-таки возникала реакция гиперчувствительности. И видно, что здесь в небольшом проценте это было в группе таксола. Все больные в 100% случаев обязательно получали при медикации. И если посмотреть по степени тяжести вот этих аллергических реакций, повышенной вот этой гиперчувствительности, то у них результаты в обеих группах были абсолютно сопоставимы. Поэтому частота побочных эффектов, несмотря на то, что покликала, она была выше, но она была выше за счёт того, что незначительно, незначительно за счёт того, что и доза была выше, задержка введения, да, была в группе покликала несколько больше по сравнению с группой таксола. Но редукция дозы всё-таки была в группе таксола незначительно, но выше. И опять-таки при медикации назначалась только в группе покликала, только тогда, когда это была зарегистрирована реакция гиперчувствительности. Поэтому мы можем сказать о том, что покликал обладает абсолютно равной противоопухолевой активностью по сравнению с таксолом, что у больных раком яичника медиана выживаемости без прогрессирования она была сопоставима в обеих группах приблизительно около 14 месяцев. И частота реакций при применении покликала была, в принципе, сопоставима с той, которая применялась с таксолом, с применением кортикостероидов. Поэтому покликалы таксол, они, в принципе, дали такое же сопоставимое количество случаев милой супрессии, которые, в принципе, были обратимыми и не имели таких клинических значений впоследствии. И лечение препаратами этих групп, они, в общем, одинаково эффективны и безопасны. Поэтому препарат, в принципе, хорошо зарекомендовал себя в обычной практике врача. Спасибо большое за внимание. Алла Сергеевна, спасибо большое за Ваш доклад. Уважаемые коллеги, вопросы будут, а один вопрос маленький. Михаил Юрьевич, ты. Спасибо большое за этот доклад. Скажите, пожалуйста. Так, вот препарат покликал замечательный. Был эквивалентен по своей противоопухолевой эффективности и по спектру токсических явлений. В чем Вы видите его преимущество перед стандартным токсолом? Он дешевле? Он дешевле. Если посчитать вот все затраты. Нет, вот конкретная стоимость. Ну вот, то есть, те затраты, которые на примедикацию тратятся, мне кажется, никто не будет учитывать. А вот, ну, скажем так, в аптеке он будет дешевле, чем токсол или нет? Нет, он не будет дешевле. Нет. Это оригинальный препарат. И тогда еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а Вы рассматривали возможность создания покликала в дозировке такой же, как у обычного токсола, и сравнение токсичности этого покликала с токсолом, который используется в стандартной практике? Может быть, по противополиэффективности он тоже будет эквивалентен, но более благоприятен по профилю токсичности? Ну, как я уже сказала, это оригинальный препарат. Он прошел все фазы исследований. Он проходил и первую, и вторую фазы исследований. И на основании именно этих двух фаз и было доказано, что оптимальной дозой является этот препарат. Именно 250 мг на метр квадратный. Это все было оценено, прослежено. Я просто говорю о том, что этот препарат, он действительно может служить альтернативой токсола. Да, он на сегодняшний день не, к сожалению, по цене. Я даже, если честно, не знаю эту цену, я Вам искренне скажу. Но я точно уверена, что она не может быть дешевой. Это не может такого быть. Поэтому, к сожалению, он, с учетом того, что сейчас, Вы же сами знаете, что токсол, как, вот я не знаю, скажу ли я это неправильно, но токсол уходит с российского рынка, и токсола может вскоре у нас в России не быть. Он в цене упал, продержавшись в цене практически 15 лет. Я также участвовала в исследованиях, исследования токсола, но уже это была третья-четвертая фаза исследований. Сейчас он, конечно, его, к сожалению, производство, видимо, не оправдывает экономические затраты, поэтому идет поиск все равно препаратов, которые могут заменить. Хотим или не хотим, мы фармакоэкономикой касаемся. Фармакоэкономикой касаемся, да, конечно. Спасибо большое, Алла Сергеевна, еще раз за Ваш доклад. Спасибо. Спасибо.